Школьники из учебных учреждений со всего региона приехали в Одесскую юридическую академию, чтобы определить лучшую команду областного этапа спортивных легкоатлетических соревнований Кулгеймс. Самой быстрой и ловкой оказалась команда из Южного. Впрочем, проигравших на праздники спорта не было. Все ребята получили от президента университета Сергея Кивалова дипломы, медали и кубки. Кроме того, перед самими соревнованиями всем участникам провели познавательную экскурсию по вузу. Мои коллеги продолжат тему. Старшеклассники из Одессы, Южного, Ананевского, Беляевского, Заратского и Арцидского районов приняли участие в областном финале всеукраинских спортивных массовых игр среди школьников Одесской области Кулгеймс на кубок президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова. Соревнования прошли при поддержке областного спортивного студенческого союза. Мы придаем особое внимание развитию спорта в нашем университете. И спортивные залы, и спортивные площадки у нас есть. И не только здесь, и на восьмой станции Большого фонтана, и крытые, и открытые. Потому что спорт – это самое важное, это вообще главная задача любого государства. Место встречи спорткомплекс ведущего вуза страны. Площадка решающего этапа состязаний была выбрана не случайно. Одесская юридическая академия признана одним из самых спортивных университетов Украины. Подводя ежегодные итоги, об этом заявили на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Минобразования Украины. Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, и руководство университета регулярно вводит в эксплуатацию новые спортивные объекты. Представители всех районов Одесской области, они приехали сюда на соревнованиях, вот мы их принимаем, для нас это событие, они участвуют во всех видах спорта. Это важно. Ученический спорт – это самое главное направление, в том числе и воспитательной работы. Все, кто будет заниматься спортом, они все будут здоровы. За систематическое развитие физкультуры и спорта и за постоянную поддержку в организации чемпионатов и соревнований, руководство областного отделения физического воспитания и спорта вручило почетную награду президенту Юракадемии. Мне приятно всегда сжать вам руку за то, что вот такое есть и вы делаете для детей. Спасибо большое. Мы сотрудничаем плотно с руководством и непосредственно юридической академии. И обратились с просьбой провести на базе вашего вуза, на базе вуза юридической академии. Для чего? Показать вуз, который действительно на высочайшем уровне в плане спортивных сооружений, в плане остальных, как сказать, организационных моментов в плане обучения. То есть есть что показать вузу, поэтому мы обратились сюда. Сергей Васильевич всегда нам помогает в плане организации. Это и наградной материал, что интересно детям, они не уедут домой с пустыми руками. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники-финалисты Кулгеймс отправились на экскурсию по университету. Современный спорткомплекс, просторные аудитории, крупнейшая в Украине научная библиотека, уникальный музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир. На участников игр увиденное произвело впечатление. По содержанию такую экскурсию можно было сравнить с днем открытых дверей. Многие юные спортсмены после увиденного твердо решили связать свою судьбу с Одесской юракадемией. В общем, мне очень понравилось. Такая большая территория, очень интересная. Сейчас зайшла в библиотеку, все очень хорошо. Я не ожидала, что это так хорошо. Я думаю, что тут каждому должно быть комфортно. Очень хорошо рассказали. Если так и есть на самом деле, то мне бы очень хотелось сюда поступить. Красиво, много интересных книг, библиотеки. Мы разделились на две группы. Один пошел в музей, один пошел на тир и будем потом меняться. Организаторы спортивных соревнований высоко оценили уровень финальных игр. Зал полностью соответствует всем требованиям, необходимым для легкоатлетических занятий. Дуже гарна спортивная зала. Особливо покриття спортивное, так как нема після бігу, что учни будут проскальзювати, будут гарно виконувати. Не будет, я думаю, травм, потому что и стрибки у довжину з місця, что будут гарно відштовхуватись. Главный результат областного финального этапа Кулгеймс среди старшеклассников – бодрое настроение и счастливые улыбки на лицах участников. Проигравших здесь не было. Все команды, в составе каждой было 8 человек, получили дипломы и кубки. Специальным призом наградили самую юную команду из Одессы. С волю к победе и стабильное участие в Кулгеймс кубок получил Ананевский интернат. Третье место поделили школьники из Саратского и Арциского районов, серебро – Убеляевского района. А победителями соревнований стала сборная города Южный. Все школьники и сопровождающие их педагоги получили удовольствие как от самих состязаний, так и от экскурсий по Одесской юридической академии. Соревнования были сложными, было непросто. Соперники были очень конкурентоспособные, но нам удалось победить. Я рад. Зал очень удобный, комфортный. Вообще, академия очень суперская, современная такая. Мне нравится. Нам очень понравилась экскурсия. Были двух музеев. Музеи тоже. Детям тоже понравились. И некоторые дети уже намеряются поступить сюда в юридическую академию. Всеукраинский финал Кулгейм состоится в 20-х числах февраля в Киеве. Победители одесских региональных этапов уже готовятся к итоговым соревнованиям. Большинство участников игр теперь наверняка в ожидании вступительной кампании. Виталий Хеми, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».